Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня праздник. Я одел рубашечку, соответственно. Я слушаю книгу Стрэндаги. Автора Стрэндаги, для меня неизвестная книга. Записываю ролик. Отчаяние. Нет, я не могу жить с этой мыслью, что мой сын каждую минуту может быть арестован и заточен в стены тюрьмы. Каково бы ни было честолюбие барона Биндера, он считает нужным осторожно обходиться с человеком, занимающим общественное положение, подобно моему мужу, чтобы упрочить свое положение в стране. Он не скрыл, что знает, где и как он мог бы арестовать Фабриция, но тем не менее, он как будто нам предоставляет право выбора. Если ты предпочитаешь бегство и изгнание, повторяла графиня, мы никогда больше не увидим Фабриция. Сам Фабриций, присутствовавший при этом разговоре вместе со старинным другом Маркизы, ставшим теперь советником австрийского трибунала, был всецело за то, что ему следует бежать как можно скорее. В тот же вечер он выехал из дворца, спрятавшись в экипаже, отвозившем его мать и тетку в театр Раскала. Переодевшись к крестьянинам, он на следующее утро удачно перешел границу и через несколько часов был уже в одном из пьемонских имений матери, Блесновары, в Романиану, там, где был убит боярд. Хлопоты все же не были оставлены. Было весьма важно узнать последнее решение барона. Друзья графини напомнили ей некоего каноника Борда, очень любезного молодого человека, который в свое время пытался ухаживать за графиней, но не имея никакого успеха, указал генералу Пьетро Неро на дружбу графини с Лемеркати. После этого недостойного поступка ему было предложено больше их дом не посещать. И вот теперь этот каноник играл каждый вечер в Таро с баронессой Биндер, и, разумеется, был близким другом ее мужа. Графиня решилась на крайне мучительный для нее шаг повидаться с каноником Борда. На следующий день, рано утром, до того, как он учел выйти из дома, она велела доложить о себе. Когда единственный слуга каноника произнес имя графини Пьетро Неро, он так заволновался, что потерял голос и даже забыл привести в порядок свой небрежный домашний туалет. «Приведите ее скорее сюда и ступайте вон», — сказал он. Графиня вошла. Борда упал на колени. «Вот в каком положении должен выслушивать ваши приказания, несчастный безумец», — сказал он графиня. В это утро графиня была неотразимо прекрасна. Глубокой скорби, вызванной бегством Фабрице, усилие, которое она должна была сделать над собой, чтобы прийти к человеку, недостойно с ней поступившему, все это отразилось каким-то особым блеском в ее глазах. «Я на коленях хочу выслушить ваши приказания», — воскликнул каноник. «Вы, несомненно, пришли ко мне за какой-нибудь услугой, иначе вы не почли бы своим присутствием несчастного безумца. Ослепленный любовью, ревностью и убежденный, что я никогда вам не понравлюсь, я вел себя по отношению к вам подло и недостойно». Эти слова были удивительны и искренни. Каноник пользовался в настоящее время значительным влиянием. Графиня была тронута до слез. «Поцелуй мою руку», — сказала она канонику, — «и встань». Надо заметить, что в Италии обращение на «ты» означает простые дружеские отношения, а также выражает и более нежные чувства. «Я пришла просить у тебя помилования для моего племянника Фабриция. Вот что я должна тебе прямо сказать, как старому другу. Шестнадцать с половиной лет от роду он совершил ужасную глупость». Графиня рассказала им всю историю Фабриции. «Я сделаю для вас все, что в силах человеческих», — взволнованно сказал каноник. «Я всецело отдаюсь в ваше распоряжение. Скажите, что я должен сделать после того, как из моего скромного салона уйдет то небесное видение, которое само по себе является огромным событием в моей жизни? Вы должны поехать к барону Биндеру и сказать ему, что любите Фабриция с детства, что он рос на ваших глазах, когда вы посещали наш дом, и, наконец, что вы умоляете его именем вашей дружбы проверить, имел ли Фабриции перед отъездом в Швейцарию какие-нибудь сношения с теми либералами, за которыми он следит. Если только подчиненные бароны чего-нибудь стоят, он не замедлит убедиться, что дело идет только о легкомысленной выходке молодого человека. Вы знаете, что в моем дворце висели гравюры с изображением наполеоновских битв. По текстам этих гравюр мой племянник учился читать. Мой бедный муж, вы сейчас увидите, что я достоин вашего прощения. Вот, сказал он, донос этого подлого лицемера. Посмотрите, здесь подпись «Осканио Вальсера дель Донго». Я взял вчера это в полицейском бюро и отправился в Аскало, в надежде встретить кого-нибудь, чтобы передать ее вам. Копии уже давно находятся в Вене. Вот враг, которого мы должны одолеть. Было условлено, что в течение дня каноник пришлет ей копию этой бумаги, а вечером придет в ложу на Аскало и скажет, что ему с горечью сказал себе. Значит, она любит своего племянника. При ее гордости явиться ко мне... Все для меня ясно. Этот молоденький Фабриций очень привлекателен, высок, строен. На лице его постоянная улыбка, а во взгляде горит какое-то нежное сладострастие. Разница в летах не так уж велика. Только ее любовью можно объяснить, что она согласилась укрыться в замке Грианта с этим ужасным, скучным стариком Дель Донго. Они наслаждались счастьем у чудесного озера Кому, когда молодому человеку вздумалось направиться к Наполеону. Что ни говори, но есть еще люди в Италии. Милая наша Родина. Ну что же, я буду всем сердцем служить Графине. Она так красива. Она затмевает всех наших. Да, красота действительно затмевает. Счастья вам, удачи, любви и успехов. Еще одна часть неизвестной книги авторов Стендам. Сегодня я отписал. Пока-пока, до скорых встреч в следующих роликах. Я иду на дужинки. Разники все-таки. Сборы уже жарят. Субтитры создавал DimaTorzok